Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. Ее очередили 12 января 1722 года по указу Петра Первого. Сегодня 300 лет со дня создания российской прокуратуры. Самарская область по итогам прошлого года вошла в топ-10 национального туристического рейтинга. Количество желающих познакомиться с красотами Самарской земли выросло более чем на 20%. Провели экскурсию по музею и возложили цветы к памятнику великому ученому. Сегодня исполняется 115 лет со дня рождения конструктора ракетно-космических систем Сергея Королева. Сегодня 300 лет российской прокуратуре. Ее очередили 12 января 1722 года по указу Петра Первого. С профессиональным праздником работников ведомства поздравил губернатор Дмитрий Азаров. Он подчеркнул, что благодаря высоким нравственным качествам и колоссальному опыту, накопленному многими поколениями сотрудников органов прокуратуры, они надежно стоят на страже прав и свобод граждан, защищают интересы государства, обеспечивают законность и правопорядок во всех сферах жизни общества. Их работа направлена на выявление преступлений в экономической и социальной сфере, противодействие коррупции, строгое соблюдение буквы закона в области трудовых отношений, создание комфортных условий для ведения бизнеса. За сутки в Самарской области зафиксировали еще 227 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Число заболевших в регионе достигло 202 730. Такие данные в среду 12 января публиковали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 928 человек. Всего с начала пандемии из больниц выписали 170 460 пациентов. Число заболевших COVID-19 становится меньше. Но говорить о послаблениях пока рано. Необходимо наращивать темпы вакцинации. О том, как это сделать, поговорили на городском штабе по предотвращению распространения коронавируса под руководством главы Самары Лены Лапушкиной. Мэрия Илчан продолжит. Особое внимание к контролю за соблюдением самоизоляции заболевших жителей, проходящих лечение амбулаторно. Эта работа проводится районными администрациями совместно с поликлиниками и полицией. Дважды в день управляющие микрорайонами звонят заболевшим по телефону и совершают по квартирный обход для подтверждения соблюдения домашнего режима. О том, как с этой работой справляются внутригородские районы, поговорили на городском оперативном штабе по предотвращению распространения коронавируса. Совещание прошло под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. Еще раз заостряю ваше внимание на проведение разъяснительной работы с людьми о необходимости вакцинирования. Конечно, мы сегодня делали в основном упор на людей старше 65 лет. И понятно почему, но тем не менее не забываем. И людей моложе, тоже приглашаем на вакцинирование. За прошлую неделю в Самаре зарегистрировано 538 заболевших COVID-19. Отмечается снижение, однако расслабляться пока рано. Статистика подтверждает, что заболеть новой коронавирусной инфекцией может каждый, независимо от возраста. А предсказать, как будет протекать болезнь у конкретного человека, невозможно. Единственный способ защитить себя от страшного недуга – вакцинация, напоминают медики. В группе риска находятся прежде всего люди старше 65 лет и страдающие рядом хронических заболеваний. На сегодня свыше 183 тысяч пожилых получили прививки от COVID-19. Повторно привились 34 тысячи 15 человек. Мониторинг вакцинированных граждан 60 плюс ведется с сентября 2021 года. И ежемесячно количество привитых граждан указанной категории увеличивается. На 1 октября их было 123 тысячи 194. Наиболее активно население 60 плюс прививалось в декабре. То есть прирост составил по отношению к октябрю 38,7%. Для повышения доступности вакцинации в регионе работают круглосуточные прививочные пункты. Пройти процедуру в кабинетах в удобное время может любой житель региона. При себе необходимо иметь любой документ, удостоверяющий личность. Кроме того, администрации Самары совместно с полицией ежедневно проводят проверки с соблюдением масочного режима в городском транспорте. А также соблюдение санитарно-противоэпидемических мер в торговых центрах и объектах общепита. За праздничные дни было составлено 85 материалов. Мэри Илчан, Константин Головин. События. Тем временем в Самаре продолжается работа пункта вакцинации вне поликлиник. Это удобно для жителей, желающих сделать прививку. По словам медиков, вакцина доказана и пока единственный действенный способ предотвратить тяжелую болезнь. Подробности в следующем сюжете. Вход для тех, кто пришел на прививку в этот торговый центр, организован отдельно. Ведь у них пока нет QR-кода, который требуется на центральном. Врачи принимают желающих ежедневно с 11 утра до 6 часов вечера. Прививку может сделать любой житель региона старше 18 лет при отсутствии противопоказаний. Перед вакцинацией проконсультирует врач. Также в мобильном пункте можно пройти экспресс-тессирование на ковид. В среднем за день в торговом центре ГУДОК вакцинация проходит до 50 человек. Но у нас были дни, когда нагрузка достигала до 150-160 человек. При необходимости площади позволяет. Мы можем здесь развернуть, ну, сколько угодно разумное количество бригад и проводить вакцинацию до 500 совершенно спокойно. Женщинам в положении врачи рекомендуют прививаться с 22 недели беременности вакцины «Спутник Ви». Продолжается в регионе и ревакцинация. Для процедуры можно использовать любую из отечественных вакцин. Валерий Волоснов уже прививался полгода назад. Сегодня снова пришел на процедуру. Говорит, самочувствие отличное. Считаю, что это обязательно надо, потому что здоровье прежде всего, возраст, тем более 65 лет, мне к чему делаю, потому что стараюсь как бы защитить себя, своих родных и близких, чтобы они не болели. По итогам 2021 года 63-й регион на восьмом месте в стране по исполнению плана вакцинации от COVID-19. Однако этого результата недостаточно. Привиты сейчас более 1 млн 641 жителя. Это 80% от плана. И почти 400 тысяч человек в области не прошли даже первичную вакцинацию. Медики призывают защитить здоровье и привиться. Мария Ильевна, Мэрия Илчан, События. Отцу советской космонавтики сегодня исполняется 115 лет. Студенты Самарского университета имени Академика Королева возложили цветы к барельефу гениального конструктора. В Музее космонавтики и авиации провели экскурсию, которая посвящена его жизни. Подробности в следующем сюжете. Сергей Павлович Королев входит в десятку величайших людей 20 века. Под его руководством была разработана первая в мире межконтинентальная ракета Р-7, на базе которой создан космический корабль «Восток-1». Именно на нем Юрий Гагарин совершил первый пилотируемый полет в космос. С помощью знаменитой «семерки» 4 октября 1957 года на орбиту был запущен первый искусственный спутник Земли. Несмотря на то, что Королев был человеком науки, он все же верил в приметы и соблюдал определенные ритуалы, которые помогали ему чувствовать уверенность в ответственные моменты. Сергей Павлович был человеком, который очень верил в удачу, даже до суеверий. Он не делал пуска в понедельник, он прививал подкову на дверь, он носил в карманах счастливые монетки и много всяких других ритуалов. Это не потому, что такие ритуалы помогают запуску космических ракет. Вероятно, они помогают чувствовать себя спокойнее, увереннее, и спокойствие руководителя передается и окружающим. Музей авиации и космонавтики в Самаре хранит уникальные вещи гениального конструктора. Среди них письма Сергея Павловича Королева, его счастливая шляпа и галстук, а также стартовые повязки. Одна из них была на Королеве во время полета Валентины Терешковой и Валерия Быковского. В распоряжении музея также имеется повязка с автографом Королева, которая была на нем во время запуска космического корабля «Восход». Сотрудники музея и сегодня не прекращают поиск личных вещей конструктора. Круг общения был достаточно большой Сергея Павловича Королева, но в силу того, что он был закрыт, очень засекречен, ну, прежде всего о документах, наверное, речь идет, документы все-таки, наверное, сохранились. Многие его подписи просто не знали, документы написаны рукой, и порой они находятся совершенно случайно в архивах людей, которых, может быть, уже ушли из жизни, родственники находят. И определить их могут только специалисты, те, кто занимается изучением его истории, знают почерк, знают вот подпись. Королев лично курировал производство деталей космических кораблей, поэтому часто бывал на предприятиях Куйбышева. О чем жители города даже не подозревали, личность Сергея Павловича была засекречена. Он не появлялся на экранах телевизоров и даже не смог приветствовать Юрия Гагарина после приземления. Королева дважды номинировали на вручение Нобелевской премии, однако Никита Хрущев так и не позволил раскрыть личность создателя ракетно-космической техники. Его имя стало известно общественности только после смерти в 1966 году. Максим Магомедов, Максим Гусев, События. Далее в эфире новости экономики. Их подготовила Светлана Кудрявцева. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте, Андрей, уважаемые телезрители. Действительно ли спрос граждан на страховки от несчастных случаев и болезней в прошлом году оказался рекордным? Да, причем за последние 10 лет. Но сначала об увеличении пенсии президент предложил проиндексировать их выше инфляции. Глава государства Владимир Путин в ходе заседания правительства поручил проиндексировать пенсии на 8,6%, то есть выше инфляции. По словам президента, принятые ранее решения недостаточны и не позволяют покрыть расходы пенсионеров, вызванные ростом цен. Владимир Путин поручил правительству в ближайшее время провести необходимые процедуры и принять решение. С января этого года пенсии россиян стали выше. Индексация выплат неработающим пенсионерам по старости инвалидности потери кормильца составила 5,9%. Тем временем крупные розничные сети, которые весь прошлый год испытывали пристальное внимание федеральной антимонопольной службы из-за роста цен на продовольствие, решили пойти на опережение, предложив комфортные для себя ограничения. Некоторые из них готовы до конца этого года повышать наценки на самые дешевые базовые продукты не более чем на 10%. Власти рассчитывают, что инициативу поддержат и другие ритейлеры. Но эксперты предупреждают, что это может стать губительно для сетей поменьше. По предварительным данным Росстата, в прошлом году заметнее всего на 10,6% подорожали продукты питания. Это стало одной из причин высокой инфляции в стране, которая по итогам прошлого года достигла 8,4%, хотя в 2020 году была почти в два раза меньше 4,9%. Спрос граждан на страховки от несчастных случаев и болезней в прошлом году оказался рекордным за последние 10 лет. Объем сборов страховых компаний по таким полисам за 9 месяцев прошлого года увеличился на 40% по сравнению с соответствующим периодом 2020 года и достиг 200 миллиардов рублей. А число купленных страховок повысилось на 80% до 50 миллионов штук. Об этом сообщает Центробанк. В острую стадию пандемии люди столкнулись с ограничениями в получении плановой медпомощи, так как многие больницы временно меняли профиль для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Поэтому клиенты начали покупать полисы ДМС, чтобы обращаться ко врачам в частных клиниках. Россияне считают, что профессия IT-специалиста станет самой перспективной в наступившем году. Об этом сообщает сервис по поиску работы, который проводил опрос. 56% участников исследования также назвали перспективной профессию врача. 44% выбрали специалиста по нанотехнологиям, а 43% – вирусолога. При этом опрошенные также отметили перспективы для менеджеров по продажам инженеров и строителей. Кроме того, жители страны указали, что высоким спросом будут пользоваться HR-специалисты, инфекционисты, а также медсестры. Официальный курс доллара – 74,53 рубля, евро – 84,67 рубля, нефть марки «Брент» – 84,03 доллара за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. Дорога до детского сада без риска для здоровья. Сотрудники госавтоинспекции проверили, соблюдают ли самарские водители правила перевозки детей в автомобиле. Нарушителям инспекторы ДПС не только выписали штраф, но и провели с ними профилактические беседы. Ну а те, у кого было детское удерживающее устройство, получили подарки. Обо всем подробнее расскажет Никита Колосов. Водитель Александра Соберзянова каждый день отвозит своего сына Тимура в детский сад. Дорога от дома до школьного учреждения на машине занимает всего 7 минут. Но мама мальчика понимает, что автомобиль – это источник повышенной опасности. И за время поездки может произойти все, что угодно. Поэтому Александра всегда возит Тимура в детском кресле. Детское кресло – это безопасность, а дети – это самое главное, что есть в нашей жизни. Конечно, всегда пристегиваем и пользуемся креслом. Сотрудники госавтоинспекции еженедельно проводят рейды, во время которых проверяют наличие детских удерживающих устройств в автомобилях самарских водителей. Вблизи дошкольных образовательных учреждений инспектор ДПС останавливает тех, кто едет с детьми. За 2021 год уже вынесли более 2000 постановлений за неправильную перевозку несовершеннолетних пассажиров. Сумма штрафа – 3000 рублей. А тем, кто соблюдает правила перевозки, вручили азбуку безопасности и сувениры. Ребенка необходимо в салоне транспортного средства перевозить до 7 лет включительно в детских удерживающих устройствах с 7 и старше, пристегнутых ременом безопасности. Перевозка детей с 12 лет разрешена на передних сиденьях. Выписать штраф могут из-за использования не сертифицированных детских удерживающих устройств. Сотрудники госавтоинспекции напоминают, что ребенку в детском кресле должно быть не только безопасно, но и удобно. За прошлый год зарегистрировано 140 ДТП с участием детей. Один из них погиб, и 149 получили травмы различной степени тяжести. Никита Колосов, Сергей Баскин, События. Медицинская помощь рядом с домом. В поселке Рубежный открылся новый корпус амбулатории 10-й городской больницы. Жители населенного пункта давно ждали обновления медучреждений. Специалисты говорят, что новое современное здание повысит пропускную способность, и врачи смогут оказывать помощь большему числу пациентов. Обо всем подробнее расскажет Михаил Ермоленко. Два раздельных крыла для взрослых и детей, процедурные прививочные кабинеты, светлое и просторное помещение. Новый корпус амбулатории городской больницы номер 10 распахнул двери перед жителями поселка Рубежный. Модульное здание и медучреждение построено с учетом всех современных санитарных норм. Три входа, включая отдельные фильтр-боксы для пациентов с температурой. Сейчас жители, не выезжая за пределы поселка, могут получить консультацию терапевта и педиатра. В скором времени количество врачей увеличится. В этом здании разделены кабинеты процедурные и прививочные, отдельные, как я уже говорил, для детей и для взрослых, фильтр-боксы, а также кабинеты для приема специалистов, что позволяет организовать нам здесь забор анализов, а также выезды сюда узких специалистов. Ну и с определенной периодичностью проведение флюорографического обследования населения на передвижных мобильных комплексах. Новый корпус амбулатории давно требовался быстро развивающемуся поселку Рубежный. Количество жителей, стоящих на учете в медучреждении, превысило 3000 человек, из них 800 детей. Бывшего отделения поликлиники, которое располагалось на первом этаже вот этого здания, не хватало. Ну человек 25-26. До этого было и 50 у нас бывает, и 40 бывает. Декабрь, ноябрь, октябрь сложные были. Конечно, в том помещении это тесновато. Здесь, ну, слов нету, очень хорошо, удобно. Жители поселка уже успели оценить новое здание. В отделении амбулатории Юлия с детьми на приеме уже второй раз. Говорит, что стало намного удобнее получать все необходимые медуслуги, как для себя, так и для детей. Да, вы зашли, в первое впечатление было, вау, как хорошо. Да. Нравится то, что сейчас здесь для маленьких, а там у нас для взрослых. И, то есть, нет, взрослые с детьми не соприкасаются, вот что еще хорошо. Новое амбулаторное отделение 10-й городской поликлиники возвели на средства нацпроекта здравоохранения. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События. И кровь внутри бурлит. Как только Волга покрывается 15-сантиметровым льдом, в Самаре вновь открывают купальный сезон. На этот раз моржи. Всем ли можно закаляться в ледяной воде? Из чего стоит начать, узнала Мария Левина. Еще каких-то пять месяцев назад здесь на пляже было не пройти. В жару сюда съезжался весь город. Но и сейчас, когда под ногами вместо раскаленного песка снег, любители искупаться находятся. Для Александра Ванчаева окунуться в ледяную воду – милое дело. Морж со стажем о закаливании, кажется, знает все. Вспоминает, как 20 лет назад нырнуть в прорубь позвали друзья. Так и появилось новое увлечение. С поздней осени и до начала весны раз в неделю Александр непременно приходит окунуться в ледяную воду. Все люди разные абсолютно. Кто-то может без подготовки прийти и сразу в прорубь. А кому-то надо готовиться. Когда выходишь из проруби, очень адреналин выбрасывается и становится горячо. Даже в сильные морозы, даже за 20, когда там. И сильный ветер, и все равно становится горячо. Но это прям буквально несколько десятков, десяток секунд, не больше. Ну, полминуты вот так вот. А потом организм начинает остывать, если будешь стоять на месте. Потому что обязательно надо двигаться. Вот оно, удовольствие, здоровье. Удовольствие, здоровье, все здесь. Вот на вас смотришь, как будто вам даже немножко жарковато. Ну да, сейчас вот как раз в этот момент и все начинает распираться и разогреваться. Сейчас самая идеальная погода и температура. Минус 7, это прям теплые, не знам какая. Не каждый может сходу нырнуть в ледяную воду. Нерешительно моржи советуют начинать постепенно. Например, окунуть в прорубь для начала только ноги. Многим требуется длительная подготовка. Для начала можно обливаться ледяной водой, ходить босиком по снегу или, например, без верхней одежды. Кардиолог Александр Додонов сам уже 10 лет ныряет в прорубь. Однако, настоятельно рекомендует, прежде чем решиться на такой шаг, проконсультироваться с врачом. Во всем должна быть мера. Для кого-то это полезно, а для кого-то, может быть, это закончится не очень хорошо. Есть люди, у которых врожденные пороки сердца, которые были прооперированы в свое время. У них достаточная компенсация. Сердечно-сосудистая система – это один разговор. Есть люди, кто перенес инфаркт, страдают гипертонической болезнью. Серьезными сердечно-сосудистыми заболеваниями для них, скорее всего, здесь не рекомендуется никакие проруби. Выброс адреналина, что является, пожалуй, главным бонусом купания в ледяной воде, можно спровоцировать и по-другому. Медики уверены, для достижения нужного эффекта достаточно принимать прокладный душ. Температуру и воды около 20 градусов в течение 2-3 минут. Но и этому должна предшествовать постепенная адаптация с понижением комфортной температуры. Такая процедура обладает болеотоляющим эффектом и помогает справиться с депрессией. Мария Елевна, Василий Колдашов. События. Далее, коротко о других событиях дня. Поменять бумажный паспорт на цифровой уже сегодня готов каждый четвертый россиянин. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы. Так, по мнению 38% россиян, личные документы действительно стоит перевести в электронный вид. Но при этом нужно сохранить и их бумажный аналог. Как правило, опрошенные признают удобство цифровых носителей информации. Однако обеспокоены надежностью электронных баз данных. Почти столько же, 37%, считают, что вводить электронные документы не следует. Сказывается недоверие IT-системам и мнение об удобстве бумажного формата для старшего поколения. Лишь один из семи россиян хотел бы, чтобы бумажные документы были полностью заменены электронными. Консерваторов больше всего среди россиян старше 35 лет. В Самаре жертвой интернет-аферистов стал 27-летний фермер, сообщает пресс-служба полиции. Мужчина решил приобрести сено и, увидев объявление о продаже в интернете, связался с продавцом. Фермера не насторожило, что продавец попросил перечислить предоплату в 50% от общей суммы. Мужчина перевел на указанный счет 77,5 тысяч рублей. Но после этого продавец перестал выходить на связь. Фермер обратился за помощью в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело. В Самаре на территории южного города может появиться памятник самолету МиГ-17. Предположительно, торжественное открытие может быть приурочено ко Дню России. Раньше самолет находился на закрытой территории военного городка. Но жители попросили перенести его в общественное место. Звучали предложения установить самолет в Алгаре или на Московском шоссе. И только потом появилась идея установить его в южном городе на Николаевском проспекте. Сейчас памятник реставрируют. Самарская область по итогам прошлого года вошла в топ-10 национального туристического рейтинга. Аналитики собрали и изучили статистические данные. Публикации в СМИ взяли комментарии у федеральных и региональных экспертов для оценки динамики развития внутреннего и въездного туризма как в стране в целом, так и во всех российских регионах. По итогам исследования Самарская область продемонстрировала успешную динамику. Если в 2019 году регион занимал 20-ю строчку, в 20-м – 14-ю, то уже по итогам прошлого года регион вошел в топ-10. Прошлый год для туристической отрасли региона стал успешным. Количество желающих познакомиться с историей и красотами Самарской земли по сравнению с 2020 годом выросло на 23,5%. Регион посетили свыше полутора миллионов человек. Если сравнить с допандемийным 2019 годом, то турпоток увеличился на 30,5%. Приоритетный вид туризма – экологический. Этому способствуют уникальные природные ресурсы. 211 особо охраняемых природных территорий регионального и три федерального значения – Национальный парк Самарская Лука, Жигулевский государственный природный заповедник, Рачейский и Муранский боры, подвальские террасы и многие другие. Футболисты Крыльев-Советов начали подготовку к весенней части Чемпионата России по футболу. Первый матч после перерыва состоится в Ростове в конце февраля, а пока команда проводит тренировочный сбор в Турции. Об этом и других новостях расскажем в нашей спортивной рубрике. Футболисты и тренерский штаб Крыльев-Советов вышли из отпуска и отправились на первый сбор. Он пройдет в турецком Белике с 11 по 24 января. В рамках сбора запланированы три контрольных матча. Во вторник, 18 января, Крылья сыграют против фенгерского клуба «Сегет». В субботу, 22 января, со славянским цели, а в понедельник, 24 января, против сербского родника. Команде на сборах присоединятся несколько потенциальных новичков. Уже известно, что прибудет полузащитник Хима Артем Соколов, четыре игрока Олимпа Долгопрудного и два игрока из Чертанова. Также Крылья планируют подписать словенского футболиста Жана Корничника. Вместе со своей командой Мура он стал чемпионом Словении, выступал в Еврокубках и получил вызов в национальную сборную. Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Сиднее. Она переиграла представительницу Бельгии Элиссе Мертенс 6-3, 6-4. Продолжительность матча составила 1 час 11 минут. На счету Касаткины в этой игре три подачи на вылет, две двойные ошибки и четыре из десяти реализованных брейкпоинтов. В четвертьфинале турнира Касаткиной будет противостоять россиянка Екатерина Александрова. Баскетболистки Самары продолжают выступление Восточноевропейской женской лиги. Накануне они обыграли белорусскую Олимпию с города Гродно. Уже в первой четверти Самара добилась уверенного преимущества. Затем белорусские смогли несколько отыграть отставание, но самарчанки выдали рывок 8-0 в третьей четверти и вновь оторвались в счете. И до конца матча не позволили соперницам приблизиться ближе, чем на 9 очков. 66-53 – уверенная победа Самары. Команда занимает второе место в своей группе и имеет высокие шансы на выход в следующий раунд. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте читать наши новости на официальном сайте Самары ГИС, в телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Удачи! Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!